В этот день, ровно три года назад, Крым был аннексирован Россией. На острове прошел так называемый референдум, который, кстати, никто в мире так и не признал. Российской территорией Крым считают, например, такие страны, как Северная Корея, Куба и Венесуэла. Агрессию России признало мировое сообщество. 27 марта 2014 года была принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Экономисты много говорили о том, что Крым стал для России тяжелым финансовым бременем. В то же время, согласно последнему опросу государственного агентства в ЦИОМ, 89% россиян уверены, Крым сделал их жизнь лучше, а не тяжелее. И этот показатель, 89%, это максимум за последние два года. А что показывали украинские соцопросы все эти три года? Об этом мы поговорим прямо сейчас с социологом Владимиром Паниотто. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, а о чем все эти три года спрашивали украинцев? Опросы на какие темы проводили, если говорить именно о Крыме? Ну, мы проводили опросы после аннексии Крыма, мы перестали там проводить опросы. Опросы, которые мы проводили в Крыму до этого, мы проводили, начиная с 91-го года, ну, не только в Крыму, но вообще на территории Украины. И мы спрашивали о том, каких отношений с Россией хочет население Украины. И по Крыму вначале число людей, которые бы хотели присоединиться к России, увеличилось. Оно увеличилось до 65% приблизительно за первые 10 лет. И наступило некоторое разочарование после объединения, хотя Крым проголосовал, ну, большинство проголосовало за объединение. Но потом, постепенно, с каждым годом число это уменьшалось. И, собственно, в 2013 году число людей, которые хотели объединения, составляло только 20%. Во время Майдана это число увеличилось, потому что средства массовой информации говорили о том, что там националисты рвутся к власти и так далее. И, в общем-то, этот процент увеличился до 40%, хотя все равно большинство было против объединения. А скажите, а Вы проводили опросы на тему того, какую политику проводит украинская власть по возвращению Крыма? И как менялось, может быть, отношение украинцев к этой политике? То есть считают они эти действия достаточными, недостаточными? Все ли делается? Возможно, и проводили. Просто мы проводим около 150 исследований на год. И я не успел найти эти данные. Какие данные мы регулярно опрашиваем, это поддерживаете ли Вы присоединение Крыма к России? Вот такие опросы мы проводили все это время. И тут надо сказать, что особой динамики нет. То есть все равно подавляющее большинство населения против присоединения Крыма к России. Но тут очень сильная региональная дифференциация. И если, скажем, в 2015 году на Западе 95% было против присоединения Крыма и только 3% за, то на Востоке, включая Донбасс, было 55%. Хотя вот за эти годы на Западе так и осталось 95%, а на Востоке число тех, кто против присоединения, увеличилось до 68%. А насколько вообще целесообразно такой вопрос задавать? Извините, конечно, что я у Вас спрашиваю, но вот он у меня сейчас возник, этот вопрос. Ну, дело в том, что не только у Вас возникает такой вопрос, потому что и наш президент, собственно, сказал, что он возмущен тем, что социологи, Порошенко говорил, что он возмущен тем, что социологи продолжают задавать вопросы об отношении к независимости Украины, хотя народ Украины уже сделал этот выбор. Однако мне кажется, что если мы не понимаем отношение населения к тому, что происходит в стране, то мы принимаем решения, которые совершенно неадекватны. И таких решений, по-моему, довольно много уже было принято без опоры на общественное мнение. Собственно, первые исследования, которые проводили и на оккупированной части в Донбассе, они проводились весь 2014 год, хотя вот шла война, была напряженная ситуация, и когда еще можно было проводить исследования, они не проводились. И если бы они проводились, мы бы могли понять, насколько это серьезно, и принять какие-то решительные меры. Владимир, скажите, пожалуйста, я вот услышал сейчас формулировку вопроса, я правильно понял, что вопрос был, звучал именно как присоединение, поддерживает ли присоединение Крыма к России? Ну, потому что ведь от формулировки вопроса действительно очень многое может зависеть и в плане ответов. Потому что если сформулировать вопрос, поддерживаете ли вы оккупацию Крыма в России, возможно, по-другому были бы ответы, по-другому формулировался бы ответ человеку, который спрашивает об этом? Возможно, но мы стараемся формулировать вопросы как бы нейтрально, для того, чтобы не оказывать некоторое давление на респондента. Потому что часть респондентов, которые поддерживают присоединение Крыма к России, считают, что это было более изъявление народа, а не оккупация. В то время как, ну, с моей точки зрения, и исследования наши показывают, что референдум был явно фальсифицирован, либо как бы число проголосовавших, либо сам результат. Потому что понятно, что была кампания за то, чтобы не принимать участие в этом голосовании, и поэтому мог быть высокий результат, но тогда бы не было такой высокой явки. — Скажите, Владимир, а Вы следите за тем, какие опросы проводятся на аннексированной территории? И есть ли, ну, если можно так сказать, какая ценность в этих опросах? То есть что оттуда можно почерпнуть? — Я слежу, и у меня даже была там довольно большая дискуссия с российскими социологами. Дело в том, что в конце 2015 года там проводился очень большой опрос, который даже в какой-то мере рекламировался Путиным, потому что он вот его инициировал. Этот опрос проводился в ЦИОМ, так как был очень масштабный. И там как бы вот Путин приглашал людей принять участие в этом опросе. И тогда оказалось, что удовлетворенность жителей Крыма наиболее высокая среди всех субъектов Российской Федерации, несмотря на то, что само положение у них по всем там объективным показателям было хуже. Поэтому группа российских социологов решила, что они критиковали сами этот опрос и решили, что они проведут опрос более адекватно и учтут там компактное проживание татар, может быть, сделают взвешивание. И они меня пригласили принять в этом участие для того, чтобы подчеркнуть объективность этого опроса. Поэтому я как раз говорил о том, что я не вижу смысла принимать участие в этом, потому что мне и так понятно, что будет высокая лояльность, потому что украинские средства массовой информации практически не работают, российские показывают ужасы войны на Донбассе. И естественно, что крымчане довольны, что у них такого не происходит. И поэтому это общественное мнение, которое сформировано фактически обманом. И поэтому как бы большого смысла в этом я не видел для себя принимать участие. И была большая дискуссия, и были обвинения в том, что это не подход ученого отказываться от каких-то исследований. Так что у нас какая-то такая вот была. Я для украинских исследователей не вижу особой необходимости проводить там исследования, потому что при той как бы пропаганде, которая есть, собственно и референдум обеспечен тем, что были угрозы, говорилось о том, что приедут там поезда дружбы, будут насиловать, можно сказать, русскоязычное население, заставляя переходить на украинский язык и так далее, и так далее. Поэтому это все как бы держится на некотором обмане и имеет смысл только для того, чтобы оценить, насколько могут быть эффективными средства формирования общественного мнения. Благодарим вас за этот комментарий. Я напомню, что на прямой связи со студией был генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Мы говорили о соцопросах, о том, какие вопросы задавали социологи, украинцам. Все эти три года. Ну а эту тему мы прямо сейчас продолжим.